Почему Иисус Христос дал нам власть и силу Своего имени? Почему Он запечатлел Своё имя на нас? Почему мы называемся Его именем? Это очень важно для нашей каждодневной жизни, чтобы мы могли жить жизнью, которую Бог предназначил для нас. У Бога есть предназначение для каждого из нас — жить жизнью, которая отображает Божье Царство. Царство Божие — это не пища и питьё. Это праведность, мир и радость во Святом Духе. Это проявление Господа, влияние Господа, влияние Иисуса Христа в нас и через нас на этот мир и на окружающее. Я хочу начать свою проповедь с историей, которая произошла давно. но она, я думаю, что почти всем вам известна, может, даже и всем. Это история о человеке, который родился хромым. И с самого детства до сорока лет, даже больше, чем сорок, он был хромым. Он просил милостыню, и так он жил. Вот однажды проходили два человека, я думаю, вы узнаёте эту историю. Они увидели его, он посмотрел на них и ожидал, что они дадут ему денег. Но Пётр, был один из них, он сказал, «Денег у меня нет, серебра и золота я не имею, но что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа встань и ходи». И он скачал, этот человек, начал ходить, и все люди увидели, что это было действительно сила Божия, настоящее исцеление, которое совершил Господь руками апостолов. Вы знаете, апостол Пётр мог сказать, сейчас проверю, так, в следующий раз буду идти, дам тебе. Но он сказал, «У меня, что есть, то я тебе даю». Это имя Иисуса Христа. Сегодня я хочу донести каждому из нас, что у нас это имя есть. Ни где-то в заднем кармане, ни где-то там в церкви по воскресеньям, ни где-то в Библии, а это имя, которое повлияло на нашу жизнь, потому что Иисус Христос, Он повлиял на нашу жизнь. И мы имеем власть имени Иисуса Христа, потому что Иисус Христос сказал, «Седую вам власть». Мы запечатлены этим именем. Это имя, как печать, стоит на нашем разуме, на нашем сердце, в нашей жизни, в нашей семье, на нашем доме. Если кто из христиан не имеет влияние Иисуса Христа на его дом, да сохранит Господь. Это разрушенный дом. Но когда мы призываем имя Иисуса Христа в нашу семью, в нашу жизнь, в наш дом, в нашу душу, в церковь, мы знаем, что там владычествует Господь, а он имеет власть. Я вспоминаю беседу, которая была несколько лет назад. Меня пригласил один пастор, он в возрасте человек, я молодой, я понимаю, что он пригласил меня проверить, как я понимаю некоторые разные вопросы. И он меня расспрашивал, я объяснял, как есть, как я понимаю, я понимаю, что я на пути познания, я понимаю, что я еще много не знаю, но как есть, я рассказывал. И вот он, в какой-то момент нашей беседы, он, почему все Иисус да Иисус, как бы мне вот задает вопрос. Знаете, я его спросил, а у вас есть другое имя предложить? А есть у вас, братья и сестры, другое имя предложить? Нету. Библия ясно говорит, нет другого имени под небом, нет. Хочешь быть человеком, который идет за Господом, ты должен быть запечатлен именем Иисуса Христа, ты призван, ты несешь это имя, оно принадлежит тебе, потому что Господь восседает на троне твоего сердца. Я хочу несколько мест прочитать из Библии. Колоссянам 3,17. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И все, что вы делаете, словом или делом. В принципе, апостол Павел говорит каждому из нас, вся ваша жизнь, которая у вас есть, проходит словами, делами, поступками, все, все, что вы делаете, все делаете во имя Господа Иисуса Христа. Знаете, я исследовал греческие слова, значения все. Это значит все. Очень просто. Ничего заумного нету, ничего сложного. Вам даже не надо открывать греческий словарь. Все означает все в оригинале. Когда Павел писал, он говорил, что все, что вы делаете, все делаете во имя Господа Иисуса Христа. Филиппийцам 2.9.11 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Придет время, когда все люди преклонятся, и не только люди, весь преисподний мир, духовный мир, все преклонятся. И я так рад, когда я читаю это место, я всегда это говорю, я так рад, что мы благословенные, блаженные, счастливые люди, что мы уже сейчас преклоняемся и поклоняемся Ему. Мы это делаем с любовью, мы это делаем добровольно, мы это делаем с радостью, потому что мы знаем, Он Господь нашей души, Он спас нас. Иоанна 14.13.14 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Это такие обетования, которые нам Господь дал. Он дал нам эту привилегию уповать на Его имя. Написано, на имя Его будут уповать народы, племена. А мы благословенные, что мы уже сейчас уповаем на это имя. И не просто по воскресеньям, а каждый день. Ты столкнулся с любой ситуацией жизни. Ты призываешь имя Господа. Ты говоришь, Господь, Тебе я доверяю мою семью, Тебе я доверяю мою работу, мои финансы, моих детей, мою ситуацию. И Тебе я доверяю мои переживания, мои страхи. Во имя Твое я призываю Твое имя. Это практичная тема для нас, братья и сестры, чтобы мы глубоко-глубоко утвердились в том, что мы не одинокие, что мы призванные, что на нас печать имени Иисуса Христа, что мы помазаны, что у нас есть власть, что у нас это имя есть, пользоваться, как Петр сказал, я не имею серебра и золота. Сегодня мы этого не можем сказать. Мы, в принципе, все имеем какие-то деньги. Но вы знаете, не деньги решают жизнь человека. Но мы всегда должны помнить, что имею, то даю. Что я имею? Власть Иисуса Христа, имя Его, помазание Его, обетование Его, силу Его, победу Его, я имею. И я это отдаю. Я призываю имя Иисуса Христа на мою семью, на моих детей. Еще одно место. 2 Коринфянам 1,20. Ибо все обетования Божии в Нем, то есть в Иисусе, да и в Нем, аминь, в славу Божию, через нас. Господь оставил нам множество обетований. Кто-то посчитывал, это может быть там тысячами обетований, которые Господь нам оставил в Ветхом и в Новом Завете. Обещание – это гарантированный ответ наперед. Он ему оставил. Чтобы мы пользовались этими обетованиями, чтобы мы не жили как сироты, как одинокие, мы не жили как обезоруженные, не знали, как противостать дьяволу. Нет, Он дал нам эти обетования, и они все обетования, гарантированные в Иисусе Христе. Да и аминь. Когда Иисус Христос висел на кресте и сказал, совершилось. Он не сказал, что все, пришло поражение. Он наоборот сказал, совершилась победа, которая распространяется на нас, верующих во имя Его. Сегодня я говорю на эту тему, потому что эта тема, она очень мне близка. Я очень много исследовал об имени Иисуса Христа. Я весь Новый Завет перечитывал, проверял, все места выписывал, что это для нас значит. Вообще, почему Иисус Христос? Почему какие-то другие имена? Почему именно имя Иисуса Христа? Почему все, что относится к нашей жизни, к спасению, к всему-всему, все, что мы имеем, к земной жизни, к вечной жизни, все в имени Иисуса Христа? Почему? Да потому что Иисус Христос висел на кресте и сказал, совершилось. И все, что Он совершил, Он передал нам это верою. Это наше. По наследству, потому что мы Его дети. Мы наследники Божьих обетований из другое места в евреям. Я в прошлый раз, когда у вас проповедовал, если кто помнит, проповедовал об обетованиях Божьих. Это моя любимая тема тоже. Господь нам оставил Свои обетования для того, чтобы мы жили жизнью благословенной. Я пришел дать жизнь и жизнь с избытком, сказал Иисус. Поэтому имя Иисуса Христа имеет сегодня силу для тебя, для твоей семьи, для твоих обстоятельств, для твоей души, для твоего страха, для твоего переживания, для твоих проблем, для твоей работы, для всего. Имя Иисуса Христа имеет силу и благословение. Я хочу сегодня сделать акцент на трех моментах. Первое. Имя Иисуса Христа имеет силу для спасения. Это так важно. Да, мы, большинство в своем, люди покаялись, спасенные, но нам это важно помнить всегда, что имя Иисуса Христа имеет силу для спасения. Почему? Потому что у нас есть дети, у нас есть внуки, у нас есть родные, близкие, может быть, у кого-то муж, у кого-то жена, у кого-то брат, сестра, который еще не с Господом. Соседи и есть мир, который еще не познал Господа. И может прийти разочарование, может прийти страх, может опуститься руки, могут родители, которые молятся уже годами за своего ребенка, который ушел из церкви, может быть, даже ушел из дома и переживают, и молятся, и не видят результата, и видят, как будто бы все хуже. Но нельзя сдаваться, потому что Бог сказал, я не хочу смерти грешника, хочу, чтобы все пришли к покаянию. И Писание говорит, Деяние 4,12, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого имени. Я хочу вам рассказать историю про одного человека, который родился в Голландии, в Европе. Он родился в номинальной христианской семье. Он был очень активным парнем и очень любил приключения. И когда он вырастал в своем оселении, ему не нравилось так жить. И он решил, что он пойдет в армию искать приключений. Ему хотелось каких-то приключений. Он жил во время Второй мировой войны. Он устраивал там для врагов какие-то засады, еще будучи маленьким, ну, подростком. И вот он вырос, папа его спрашивает, чем ты будешь заниматься в жизни? Он говорит, в армию пойдем. Пойду. Воевать хочу. Приключений хочу. Уехать хочу. Конечно, мама с папой расстроились. Он уезжает, мама дает ему Библию. И он взял эту Библию, кинул в портфель поглубже, подальше. Взял это только ради того, чтобы не обидеть маму. И уехал. И вот подготовка, армейская подготовка, все классно, круто, учатся стрелять, все, и тут они идут на войну в Индонезию. В Индонезии они поняли, что он понял, что надо ему стрелять в живых мишеней, а не просто в какую-то мишень. И когда он начал делать, его сердце так ожесточилось, он стал таким жестким, таким злым, таким просто человеком, и все люди вокруг него, эти солдаты, они стали людьми, которые как звери. Он перестал себя, он начал себя ненавидеть, ему больше не нужно были приключения, ему больше не было интересна эта война. Все это ему стало безразлично, он хотел просто даже умереть, но хотел умереть как герой, чтобы его убили на войне, и на этом все закончилось. Он даже одевал желтую шляпу, такую яркую-яркую во время военных действий, чтобы его пристрелили враги, чтобы он как враг, как герой умер. Однажды они пошли в одно село, и там они попали на мины, было заминировано какое-то место. Они так разозлились, что начали стрелять, он говорит, мы стреляли по всему живому, перестреляли все село, все, что двигалось, перестреляли. И когда мы проходили через это село, он говорит, я увидел женщину, труп, лежит в крови, и лужа крови, и ребенок у нее на груди, и простреленные одной пулей. Говорит, это просто меня так задело, говорит, я просто не находил себе похоя. Он начал, они пили, гуляли, разбивали, буянили. Он говорит, мы делали все так, на полную катушку. Когда, говорит, мы напивались, мы напивались так, что просто до беспамятства. Ходили пьяные, буянили, убивали людей. Говорит, все стало безразлично. Пока однажды он не получил ранения не в шляпу свою, желтую, яркую, а в ногу. И вместо героя, который погиб за свою страну, он стал калекой. Он оказался в госпитале. Он ожесточенный, против Бога, против людей, на свою жизнь, не хочет такой жизни. И там, в госпитале, это были медсестры, монашки, которые заботились. Они были верующие, они рассказывали о Боге. Он не хотел слушать. Когда он уже чуть-чуть поправился, начал вставать, хромая ходить, он уходил в бар, напивался каждый вечер, напивался до беспамятства. И он переписывался с одной девушкой, которая жила в Голландии. Она была верующая, настоящая верующая христианка. Она писала ему всегда о Боге. А он писал ей письма, но их не отправлял, потому что он просто, когда ему так тяжело становилось в душе, он просто изливал свою душу в эти письма и потом их сжигал, разрывал и все. Потому что то, что он писал, оно не подлежало тому, чтобы кто-то читал. Это ужасные вещи, которые он описывал там. И вот одно письмо как-то попало ей. Когда его ранили, солдаты сами отправили, добрую службу сделали. Вот что он пишет. «Ты как-то написала мне, что нужно молиться. Ну так, я не молюсь. Напротив, я ругаюсь самыми грязными словами. Я знаю теперь такие слова, как их и не слышал в Голландии. Я рассказываю пошлые анекдоты. Чем хуже я себя чувствую, тем лучше скорее могу размешить ребят. Я совсем не тот человек, за которого ты меня принимаешь. Эта война раньше волновала меня, а теперь уже нет. Когда я вижу трупы, я только пожимаю плечами. Мы убиваем не солдат, а обычных мирных жителей, мужчин, женщин и детей. У меня нет стремления к Богу. Я не хочу молиться. Вместо того, чтобы идти в церковь, я иду в бар и напиваюсь до беспамятства». Это отрывок из его письма. И вот уже он начал поправляться, уже должны его отправить назад. В его страну, в Голландию, он не может больше воевать. Он калека, еле ходит на ногах, хромает. Пришла одна из медсестер, монахиня, взяла стул, села его возле его кровати и сказала, «Андрей, я тебе хочу рассказать историю». Он говорит, «Рассказывай. Я тебе хочу рассказать то, как местные люди в Индонезии ловят обезьян». Он говорит, «Рассказывай, мне интересно». Местные люди знают, что когда обезьяна берет какую-то вещь в руку, она ее не отпустит. Для нее это становится как ценность. И они сделали очень хорошую ловушку для обезьян. Они берут кокос, разрезают его, часть верхнюю, для того, чтобы было достаточно отверстия, засунуть лапу, руку обезьяны. И ставят туда камень, камешек небольшой. Приходит обезьяна, видит кокос, берет его, потрусит, и услышит, что что-то там есть, и засовывает свою руку туда. Схватывает этот камешек и не отпускает его. Она хочет вытащить, но не может. А в это время человек, который хочет словить обезьяну, выходит с сеткой, нападает на нее, накидывает сетку, и обезьяна не убегает, а остается вот так в плену. Она встала, эта медсестра, постояла минутку, посмотрела ему прямо в глаза, и сказала, «Андрей, за что ты держишься? Что мешает тебе обрести свободу?» И ушла. Он приехал домой ожесточенный, пораженный, дух подавленный, вместо героя он просто инвалид. Все смотрят на него сострадание, молодой парень, 20 лет, а он инвалид. И однажды он лежал на кровати, он так устал, он воззвал Бога и сказал, «Господь, освободи меня, помоги мне!» И когда он так сделал, Господь дал ему покаяние, и он покаялся. Он стал ревностным человеком, начал ходить в церковь, молиться, везде ходить, в другие города даже ходить, на велике, еле-еле со своей ногой едет, и ему даже говорят уже родные, ты что-то слишком стал религиозным фанатиком. Он стал миссионером, начал другим людям рассказывать о Боге, начали люди каяться. Он стал миссионером для Советского Союза из Голландии, он брал свою машину, прятал Библии, и в Советский Союз, когда нельзя было Библии завозить, когда нельзя было покупать нигде, даже бывали церкви, где нет ни одной Библии, он привозил туда, рисковал своей жизнью. Такие Бог чудеса делал, что много-много он послужил для Советского Союза, для стран Советского Союза, и много Библии привозил. Если вы хотите почитать его историю, называется «Брат Андрей – Божий кондромандист». Очень интересная история. За что ты держишься, Андрей? За что ты, дорогой друг, дорогая душа, держишься, если ты не дал влияние места Иисусу Христу? Сила имени Иисуса Христа для спасения всех людей. Посмотрите, что говорит Писание. 1 Коринфянам 6 глава 11 стих. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Такими были. Он перечисляет, какие там были блудники, перечисляет там все такие нехорошие вещи. Такими были некоторые из вас, но омылись, то есть чистыми стали, осветились, то есть стали народом избранным, отдельным и оправдались. То есть вина снята, больше нет на тебе вины. Иисус Христос умер за твои грехи, снял твою вину, чтобы ты был в свободе. Знаете, некоторые люди скажут, «Ну, я не такой, как брат Андрей. Я хороший человек, я не убил, ничего такого плохого не делал. Я нормальный человек, ну, как все. Ну, а кто совершенный? Скажите мне, пожалуйста». Ну, все согрешили. Даже Библия об этом говорит. Но вот однажды к Иисусу пришел Никодим. Все помнят, да? Никодим, учитель закона, уважаемый народе. Он пришел вечером, потому что боялся, чтобы его не заметили в Арисеи и другие, чтобы не было отлучений от синагоги. И он говорит, «Мы знаем, ты учитель от Бога». И знаете, Иисус, Он мог бы тоже, знаете, как сказать, «Никодим, я тебя уважаю за эту честность и открытость». Многие другие тоже знают, но молчат и наоборот даже говорят. Он мог бы сказать, «Я знаю, ты тоже хороший учитель, тебя уважают». Он мог бы так, знаете, как бы Никодима так, ну, сказать правду Никодиму, «Ты действительно хороший, достойный человек». Ну, все сразу к делу. Тебе должно родиться свыше. Знаете, без всяких там моментов других, тебе должно родиться свыше. Разницы нет. Ты уважаемый человек или неуважаемый, отчаянный бандит, блудник, пьяница, или кто бы то ни был, или ты хороший человек, даже родился в христианской семье и поешь в группе, или в хоре, или еще что-то. Разницы нет. Библия говорит, всем нужно родиться свыше, всем нужно покаяние. Апостол Павел, когда проповедует, он говорит, «Так повелевает Господь, всем нужно покаяться повсюду». И в имени Иисуса Христа есть покаяние. Может быть, ты устал от своей зависимости, может быть, ты молишься за своего ребенка, который ушел из дома или ушел из церкви, или он в церковь ходит, но ты видишь, что он не живет жизнью. Сегодня Господь говорит, есть надежда, есть вера и есть сила имени Иисуса Христа дать покаяние человеку такому. Иисус может, и я сегодня хочу говорить с Божьим дерзновением, во имя Иисуса Христа, Господь хочет, чтобы все люди спаслись. Нет у людей, людей у Бога, которые списанные, которые оставленные. Нет. Есть люди, за которых умер Иисус Христос, когда Он висел на кресте и сказал, «Совершилось». Если у вас есть родные такие, близкие, знакомые, я сегодня призываю, мы будем когда молиться, я призываюсь с верой призвать имя Иисуса Христа и сказать, «Господь, я верю Твоему Слову, я верю Твоим обетованиям, я верю, что Твое имя, оно превыше всяких имен, Твое имя, оно для спасения моего ребенка, моих близких, родных, спасения меня, если вы такой человек». У Бога нет людей, которые пройдут так, знаете, без спасения, без покаяния, все должны покаяться. Я хочу говорить на второй момент очень важный, который Библия нам говорит об имени Иисуса Христа. Это сила имени Иисуса Христа против влияния дьявола, против нечистых духов, против воздействия дьявольского. Есть воздействия разные, есть когда человек одержимый, есть когда человек, он действует под влиянием дьявола, потому что он допустил грех в свою жизнь, информацию, порнографию, еще какие-то моменты, которые влияют на него, и он действует, он может сам уже ненавидеть себя за это, сам ненавидит этот грех, но он будет продолжать идти и делать, потому что дьявол имеет доступ в его жизнь. И я сегодня хочу говорить во имя Иисуса Христа, есть сила в имени Иисуса Христа для освобождения. Я хочу вам рассказать историю, которая произошла в моей жизни. Я первый раз тогда столкнулся с одержимым человеком вот так вот, лицом к лицу. Это было в 2012 году. Мы поехали на миссию с моим пастором, который уже с Господом, в Украину, его сын. Мы поехали туда, и мы первые два дня, которые там были, мы постились, потому что мы знали, нам сказали, есть девушка одержимая, она ходит в церковь, она родилась в христианской семье, но она одержимая и уже несколько лет мучается. Она на инвалидной коляске, она болела церебральным параличем, болеет. И она уже пыталась и самоубийство совершить, и что хочешь. Она приходит в церковь, потому что вроде как верующая, включает большие наушники, ставит, включает громкую музыку, чтобы не слышать ни имени Иисуса Христа, ни вести о спасении, ничего. Она не может слышать. Когда с ней только говоришь о Боге, сразу проявление дьявола. Мы два дня постились, молились и поехали туда, в это село. Мы приехали, ее вызвали в эту маленькую церковь. Она пришла туда, и местный пастор с нашим пастором, они пошли в отдельную комнату, чтобы с ней беседовать. И когда они начали говорить, что есть надежда, Иисус тебя освободит, началось проявление беса. Сразу же началось проявление беса. Я так благодарен моему пастору, который, несмотря на то, что я неопытный, его сын тоже неопытный, он позвал нас в эту комнату. Там было собрано, это маленькая церковь в Сирии, там в основном люди пожилого возраста были, бабушки, дедушки, собранные. Они в отдельной комнате с местным пастором молились, и у нас была борьба. Духовная война. Четыре часа. Я просто удивлялся, как дьявол боится Иисуса Христа. Он трепещет. Когда мы провозглашали, мы даже не молились, знаете, как обычно, Господь, пожалуйста, освободи. Нет, мы провозглашали сразу же, во имя Иисуса Христа, дьявол, повелеваем, выйди из нее, бес, выйди из нее. И кричал дьявол через нее. Отпустите, оставьте, она моя, я ее убью, она принадлежит мне, перестаньте, хватит. Как только мы успокаивались, как только мы переставали провозглашать имя Иисуса Христа, все как будто бы затихало. Но мы знали, должна прийти свобода. Вы знаете, даже не думалось о том, а что, если бес не выйдет? Реально, я не помню, чтобы у меня мысль эта даже проскользнула. Вот просто Бог дал такую веру, такое дерзновение, когда я увидел, как дьявол трепещет перед именем Иисуса Христа, и я имею эту власть, когда я просто провозглашал, я видел это, я проверял, вы знаете, я проверял. У нас было четверо человек в этой комнате. Четыре часа, село, жар, кондиционера нету. Ты в этой жаре, летом провозглашаешь имя Иисуса Христа. Четыре часа, это ты устанешь. Один человек, второй человек, третий. Мы по очереди как будто друг друга заменяли, мы все были вместе, но постоянно кто-то провозглашал имя Иисуса Христа, силу Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа, власть Иисуса Христа. Все было связано с Иисусом Христом. И когда вот другие отдыхали, скажем так, да, ну, вместе молились, я провозглашал, я проверял, я видел, как дьявол кричит, боится, когда я провозглашал имя Иисуса Христа. Не то, что я вот такой, нет. Я понял тогда урок на всю жизнь, братья и сестры, на всю жизнь. У нас есть власть от Иисуса Христа, у каждого из нас. Четыре часа сильного Божьего провозглашения. И пастор тогда помолился, Господь, мы сделали все, как ты сказал, но бес не выходит. В чем дело? Господь делал ему откровения. Дьявол заблокировал разум человека, уши, глаза, чтобы человек не понимал, не слышал, не видел ничего. И эта Библия подтверждает, что Бог века сего ослюпил умы людей, дабы не просеял свет познания. Ослепил. И вот что делает дьявол. Он делает так, чтобы человек стал слепым, глухим для Слова Божьего, для истины. Ему говорить, что он не понимает и нужно освобождение во имя Иисуса Христа. И когда пастор понял это, получил это откровение, что дьявол заблокировал, он возложил руки на эту девушку. Мы ее четыре часа держали, потому что она билась головой об стенку, об пол, кидалась. Надо было держать ее для того, чтобы не повредило свое тело. Сложил руку на ее голову и сказал, во имя Иисуса Христа, да откроется разум, чтобы она уразумела, что ты единственный Иисус, Спаситель. Откроются глаза, чтобы она увидела тебя на Голговском кресте. Да откроются уши, чтобы она услышала, что ты ее призываешь. И когда он так помолился, наступила тишина. она уснула. Я думал, дьявол притворяется, потому что вы знаете, что дьявол может хитрить. Когда вот так мы провозглашали, он сказал, перестаньте, мне тошнит, сейчас буду вырывать. Перестаньте. И мы сказали, мы не перестанем. Конечно, это было все хитрости, уловки дьявола для того, чтобы мы остановились. Но мы не останавливались. Через час, когда она проснулась, такое, что такое? Скажите, что произошло? Я чувствую себя так свободно, так хорошо. Жить хочется. Скажите, что произошло? Иисус тебя освободил. Иисус тебе даровал свободу. Она вышла замуж, двое детей служит Господу. Муж христианин, верующий служит Господу. Сила имени Иисуса Христа. Давайте откроем место Писания. Марка 16, глава 17 и 18 стих. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Заметьте, Иисус говорит, уверовавших, уверовавших, не постарей, не апостолов, не епископов, а уверовавших, не мужчин, а всех уверовавших во имя Иисуса Христа. Мы имеем эту власть. Наступать на вражую силу. Мы имеем. Будут сопровождать сии знамения. Именем мы им будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредить им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Мы, христиане, 21 века, имеем эту привилегию во имя Иисуса Христа. Действовать со властью Иисуса Христа. Ты можешь совершать это действие во имя Иисуса Христа, потому что ты имеешь власть Иисуса Христа. Еще одно, о чем я хотел бы сегодня поговорить, это сила имени Иисуса Христа для исцеления от болезней. Мы только что прочитали. Уверовавших будут сопровождать эти знамения. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Иисус Христос имеет силу. Две тысячи лет назад, когда Иисус Христос ходил по земле, приходили к Нему люди, и Он их исцелял. Вы помните, как Он исцелял? Он не говорил. Так, вижу в тебе грех, иди покайся, потом поговорим. Он не говорил. Знаю, что ты потом согрешишь, лучше тебе болеть. Он не говорил вот такие вещи. Он исцелял всех. Он знал все. Он знал, кто что потом отступит, согрешит, кто согрешил до этого. Он все знал, но Он исцелял. И Он проповедовал истину Божию. Приблизилось к вам Царствие Божие. Сегодня мы имеем эту привилегию молиться за больных и верить, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не поменял тактику. Он не передумал и так сказал, так, подожди, что-то вот то вот хуже было. Давай что-то придумаем новое. Он такой же. Он, как и был, такой есть. Освобождает, исцеляет, прощает и не отвергает никого, приходящего к Нему. Я хочу вам рассказать историю еще одну про мальчика, который жил здесь, в Америке, в штате Оклахома. Родился он в христианской, очень христианской семье. Папа был служителем, открывал много церквей. Мама была молитвенницей, молилась за исцеление многих людей. Господь исцелял их. И он рос в этой семье. Он заикался с детства, но так был вообще парень такой представительный. Играл в баскетбол, забивал эти очки все. И пришло время, он сказал, не хочу иметь ничего с христианством. И он сказал папе один день, и я ухожу из дома. Папа говорит, нет, ты не уйдешь, я тебя не отпущу. Он упрямо посмотрел на него и сказал, я ухожу из дома. Пришла мама, услышала, заплакала, папа заплакал. Они поняли, что он назад не повернет, он уходит из дома. Мама сказала, сынок, я посвятила тебя Господу. Ты принадлежишь Господу. Каждую ночь я буду вставать и молиться за тебя, пока ты не вернешься домой. Он ушел. Начал жить разгульной жизнью в другом городе. Баскетбол играет, популярность набирает, девочки, выпивка, сигареты. Ну, жизнь разгульная. Как будто бы и не вырос в христианской семье. Вообще просто не узнаешь. Пока где-то полгода, может, прошло, пока он во время баскетбольного, игры не упал, потерял сознание, и его привезли домой. Его привезли домой, и доктор сказал, туберкулез в четвертой стадии. Последняя стадия, я не знаю, четвертая какая там, но последняя стадия. Все. В то время никаких лекарств, никакого выздоровления, это смерть. Он знал, что его привезли умирать. Родители знали, что он умрет. Хотя мама говорила, ты не умрешь, ты посвящен Богу, ты будешь жить. Приходили слушатели, молились, говорили о его душе, говорили о спасении, о покаянии, об исцелении. Он отвергал все это. Он был ожесточенный. Он не хотел слушать. Однажды папа пришел в его комнату, он уже лежал, не мог вставать, на кровати лежал. Папа встал на колени и сказал, сынок, я буду молиться за твою душу, пока ты не отдашь себя Господу. И начал молиться. Когда он молился, этот парень, ему было лет 15-16, он увидел, как папа, просто слезы текут у папы. Папа молится, переживает за его душу. Он увидел, какой искренностью, с каким состраданием он молится за своего сына, о спасении, даже не о бесцелении, о спасении его души. И он говорит, в какой-то момент я увидел, как будто бы лицо папы засияло и стало, как лицо Иисуса. Говорит, меня зарил свет, пришла теплота в мое тело, и я, говорит, покаялся. Поменялось мышление, он стал новым человеком, но все так же лежал в доме, в кровати больной. Прошло немного времени, и услышал его брат, что есть евангелист, в их город приехал, который делает палаточные служения, и Господь исцеляет там. И он взял туда его на молитву, взял в машину на заднее сидение и повез. И когда он привез его туда, служение было длинным, в конце вышли молиться за него, и этот служитель, он подошел к нему, и он, говорит, он начал молиться с авторитетом так, как никто, говорит, другой не молился. Он подошел к нему и сказал, ты мерзкая и мучительная болезнь, я повелеваю тебе во имя Иисуса Христа из Назарета. Выйди вон из этого мальчика, отпусти его и на свободу. И когда он так провозгласил, он говорит, я почувствовал, как Божье присутствие наполнило, я почувствовал исцеление, он говорит, я выкрикнул, выкрикнул, я исцелен, я исцелен. Он вышел свидетельствовать, и когда он свидетельствовал, он понял, что он свидетельствует без заикания. И тогда он получил призов идти проповедовать Евангелие по всему миру. Этого человека звали Орл Робертс. Через него Господь многих людей исцелял, многие люди каялись, были великие чудеса, которые Господь делал через него. Во имя Иисуса Христа. В имени Иисуса Христа есть спасение для тебя, для твоей души. В имени Иисуса Христа есть спасение для твоих детей. В имени Иисуса Христа есть благословение. В имени Иисуса Христа есть освобождение от твоих зависимостей, проблем, от твоих трудностей, от страхов, от депрессии, от внутренних переживаний. Я знаю, что многих людей сегодня дьявол мучает всякими страхами. И Господь говорит, совершенная любовь изгоняет страх. И эта совершенная любовь – это Иисус Христос. Он дал нам эту власть. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы попросить группу пройти. Мы будем молиться, мы будем петь, провозглашать имя Иисуса Христа. Я хочу, дорогие друзья, братья и сестры, я хочу, чтобы каждый, от молодого до пожилого, каждый человек сегодня сказал в своем сердце, «Господь, Твое имя, оно превыше всяких имен. Я поклоняюсь Тебе, я превозношу Тебе. И я, Господь, хочу, чтобы Твое имя, оно действовало в моей жизни. Может быть, Тебе надо покаяние, можешь выходить сюда. Может быть, Тебе надо исцеление, можешь выходить сюда. Может быть, Тебе нужно то, что мучает Твою душу». Я хотел бы, чтобы мы сейчас встали, мы будем молиться. Мы будем призывать имя Господа. Вы знаете, секрет в чем? Секрет в вере. Когда ты верою провозглашаешь, даже когда у тебя маленькая вера, как этот человек, у которого был сын, Иисус сказал, «Если сколько можешь веровать, будет». Он сказал, «Господи, верю, помоги моему неверию». Пришла эта женщина к Иисусу Христу, 12 лет страдала кровотечением. Она сказала, «Хотя бы прикоснусь». Вы знаете, сегодня здесь Господь. Сегодня Его имя здесь. Мы во имя Его собраны. Он действует. Я хочу вам рассказать еще одну историю, и мы будем петь и молиться. Я хочу вам рассказать историю из моей жизни. Несколько лет назад произошло. Одна женщина из испаноязычной страны, из Перу. Она познакомилась с моей женой. Католичка, знаете, там в основном все католики номинальные. И она однажды беседовала с моей женой. Просто общались. И она говорит, не выспалась в эту ночь. Жена говорит, в чем дело? Она говорит, я уже с детства, с пяти лет, каждую неделю по несколько раз у меня кошмары ночью. Я не могу спать. Меня мучают, преследуют эти кошмары уже тридцать где-то лет. И было уже тридцать пять, тридцать шесть лет. Уже дети, семья, муж, все. Муж говорит, обратись к психологу. Жена говорит, моя жена говорит, это духовная проблема. Хочешь, мы помолимся за тебя? Пришла она к нам домой, захотела помолиться. Пришла к нам домой. Я беседовал с ней, узнал о ней. Я говорю, Иисус тебя может освободить. Иисус тебя может освободить, дорогой друг. Он может. Он может во имя Иисуса Христа сегодня призывай Его имя. Я говорю, мы можем молиться во имя Иисуса. Она говорит, давай. Мы начали молиться. Я молился, провозглашал имя Иисуса Христа, силу Иисуса Христа, свободу, свободу от этих кошмаров. Я знаю, что это дьявол. Это не просто так, это не просто сны какие-то, это дьявол, который 30 лет мучил, как Иисус Христос сказал, я пришел отпустить измученных на свободу. У Иисуса Христа нет измученных, у Иисуса Христа те, которые измучились, они приходят к Нему, чтобы дал Он им мир и покой. И когда мы помолились, она говорит, мне как-то хорошо, легко стало. Я говорю, это Иисус тебя освобождает от этих кошмаров, от этих страхов, от этого мучения. Но тебе нужно, если ты хочешь ходить в свободе до конца своей жизни, тебе нужно принять Иисуса Христа верою. Хочешь? Она говорит, хочу. Я говорю, ты уверена, что ты хочешь посвятить раз и навсегда свою жизнь? Я ее много раз переспрашивал, потому что я не хотел, чтобы это была номинальная молитва, просто потому что страшно. Она говорит, я хочу посвятить свою жизнь. Она молилась, я видел, как она плакала, слезы лились из ее глаз. Она молилась на испанском, я видел ее покаяние настоящее. С тех пор у нее больше снов не было. Она в свободе. Иисус Христос вчера, сегодня и в веке тот же. Субтитры создавал DimaTorzok